В эфире Народная славянская радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве проходит выставка, кино, литература, старинный костюм. Каждый предмет на выставке так или иначе связан с историей отечественного экранного искусства и литературы. Киностудия имени Горького была основана в 1915 году и изначально носила название «Русь». Здесь были сняты сотни легендарных картин, среди которых «Мать», «Путевка в жизнь», «Тихий дон», «Азори здесь тихие», «17 мгновений весны» и многие другие. В разные годы здесь работали Яков Протазанов, Лев Кулешов, Марлен Хуциев, Сергей Герасимов, Станислав Ростоцкий и другие мэтры. В истории киностудии особое место занимает экранизация литературных произведений. Данная выставка – попытка при помощи костюмов, задействованных в тех или иных картинах, рассказать о работе художников-постановщиков, чья задача – одеть героя так, чтобы его наряд работал на драматургию. В Государственном музее Александра Пушкина демонстрируются костюмы к фильмам «Аленький цветочек», «Анна на шее», «Лев Толстой», «Поездка Висбаден», «Щелкунчик». Особый интерес представляет коммергерская форма, которую был облачен Александр Вертинский в картине «Анна на шее» и Сидора Анинского. Мундир был шит на рубеже 19-20 столетий. Дополнять экспозицию костюмы к фильмам, которые так и не увидели свет, например, Пушкин, а также эскизы декораций и афиш к таким экранным произведениям, как «Беспреданница», «Преступление и наказание», «Юность Петра», «Фома Гордеев». Выставка работает до 30 ноября, вторник, среда, пятница, воскресенье с 10.00 до 18.00, четверг с 12.00 до 21.00. Адрес Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина, улица Причистенко, дом 12, дробь 2, строение 1. Ближайшее метро – Кропоткинское. Об архитектурных памятниках разных городов России, находящихся под присмотром Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, расскажет выставка «Жизнь в городе Н». Среди памятников – частные и общественные здания, где проводили время представители купечества и дворянства второй половины XIX столетия. Например, посетители могут ознакомиться с документацией по реставрации усадьбы Харитонова-Расторгуева, Екатеринбург и других строений. Также в экспозиции графические листы и фотоматериалы. Атмосферу эпохи поддерживают мебель и предметы декора, некогда украшавшие интерьеры роскошных домов. Сегодня судьбы многих шедевров архитектуры зависят от деятельности Агентства. К ним относятся домик Петра I, Нижний Новгород, усадьба Тургеневых-Боткиных Москва, императорские конюшни Петергов, Нарзанная и Ванна Кисловодск. Последним двум, кстати, вернут не только их былый облик, но и исторические функции. В рамках выставки пройдут лекции и кураторские экскурсии. Время работы выставки с 16 ноября по 11 декабря, вторник-четверг с 13.00 до 21.00, среда-пятница-воскресенье с 11.00 до 20.00. Адрес музея архитектуры имени Щусева, улица Воздвиженка, дом 5, ближайшее метро, библиотека имени Ленина. В издательстве «Белые альвы» вышли в свет две новые супер-книги. Первая – это книга Станислава Жарова и Григория Решетникова «Мистерии рода». От мифа-семантики до квантовой лингвистики. «Мистерии рода» – не только терапевтический метод, позволяющий вернуть людям здоровье, гармонизировать отношения и выправить судьбу. Это часть чего-то большего, часть более грандиозного таинства – языковой мистерии сознания. И вторая – это книга Валерия Лобова «Тайный ларец Пушкина», где читатели найдут потрясающую информацию о Пушкине, его родословной, посвящении и многом другом. Книги можно заказать на сайте издательства «Белые альвы». Продолжим артефактами земель славянских. Необычную находку передал в областной краеведческий музей житель Ульяновска. На стройке в песке был найден бронзовый чекан 7-6 веков до нашей эры. Чекан эпохи раннего железного века отлично сохранился, несмотря на свой солидный возраст. Причина тому – слой патины, полностью покрывающий изделия. По словам научного сотрудника Ульяновского краеведческого музея Марата Гесматулина, очищать чекан не будут. Исследования можно проводить, не нарушая естественного защитного покрытия. Несмотря на то, что подобного рода чеканы уже находили на Волжско-Камском бассейне, ульяновский образец уникален. Мало того, что он изготовлен с высокохудожественным мастерством, но еще и животные, изображенные на нем, пока не встречались с археологом на такого рода оружии. Тулка чекана украшена стилизованным изображением семейства кошачьих. Обух также украшен шестью кошками. Между бойком и втулкой заметно изображение головы хищной птицы, напоминающей орла. Сочетание изображений кошачьих и хищной птицы напоминает о грифонах, мифологических существах с телом льва и головой орла. Ударная часть обуха оформлена в виде головы змеи. Как сообщил Марат Кисматуллин, это не первый найденный чекан в Поволжье, но первый, украшенный изображениями кошек. Существует похожий чекан с изображением медведей. Эта находка является ярким примером ананинской культуры. Как правило, такое оружие принадлежало знатным воинам. Директор департамента по культурному наследию Ульяновской области Шарпудин Хаутиев заявил, что находка весьма значима для Ульяновской области. Это великое событие с точки зрения истории. В Ульяновском музее такого образца еще нет. Чекан – это холодное оружие на коротком древке, аналог топора. Основной ударный элемент чекана выполняется в виде клюва, а тыльная сторона обуха снабжена молотком. Как пишут историки, чекан использовали против доспехов. На Руси чекан служил знаком начальнического достоинства, иначе его называли клевец. В Кузбассе обнаружили древние украшения. 2016 год для кузбасских археологов стал удачным на новые находки. Часть из них можно увидеть в музее археология, этнография и экология Сибири. И хотя большинство раскопок велось на территории соседних регионов Алтайского края и Новосибирской области, тем не менее история древних людей тесно связана и с Кузнецким краем, на территории которого они взаимодействовали с соседними племенами. Как рассказывает хранитель археологических фондов музея Лариса Боброва, в Новосибирской области археологам удалось найти поселение эпохи Неолита, то есть не позднее 3000 лет до н.э. А в предгорьях Салаирского кряжа, у самой границы Алтая и Кузбасса, захоронение времен раннего Средневековья, примечательное тем, что там сохранился женский наряд, который прояснил предназначение некоторых предметов, найденных ранее в других местах. Однако уникальные находки археологам удалось сделать и на территории Кемеровской области, в частности на территории деревни Большое Пичугино Тесульского района. Вообще о 16 древних курганах возле этой деревни стало известно больше века назад. В 50-х годах прошлого века здесь уже проводились археологические раскопки, но несколько из них тогда так и остались нетронутыми. И только почти 60 лет спустя, минувшим летом, археолог Павел Герман решил продолжить работу у Большого Пичугина, так как эти курганы относятся к тагарской культуре, которую он тщательно изучает. В итоге археологи обнаружили 4 могилы, в которых были захоронены 5 человек, мужчина около 40 лет, женщина 17-25 лет, подросток лет 12 и 2 ребенка, одному где-то около 6 лет, а второй совсем младенец. А также среди находок керамические сосуды, различные бронзовые предметы и костяные украшения и совершенно уникальные артефакты, которые не встречались ранее. В частности, бронзовое шило с фигуркой козлика на навершии и костяная бляшка в виде хищника, предназначение которой специалистам еще предстоит установить. В настоящее время все эти предметы, возраст которых составляет больше 2,5 тысяч лет, переданы на хранение в Кемеровский областной краеведческий музей. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 2, 3 и 4 декабря начнется открытый семинар Лады Ведуни «Память рода». Родовая память – это информация, которая хранится в человеке на генном уровне и содержит полную информацию обо всех наших предках и их знаниях. На семинаре будут даваться ключи к тайным хранилищам родовой памяти. Любая информация, поступившая извне, теперь будет обрабатываться на уровне души и вы сможете распознавать и отличать правду от кривды. Задача курса – открыть поток родовой памяти. Записаться на семинар можно по телефону издательства «Белые Альвы» 8, 499, 235, 87, 97. Начало семинара 2 декабря в 18 часов, 3 и 4 декабря в 16 часов, время московское. Подробности смотрите на сайте радио в анонсе мероприятия. В Туле продолжается проведение мероприятий, приуроченных к празднованию памятных юбилейных дат. 40-летие присвоения Тули звания «Город-герой» и 75-летие обороны Тулы. 5 декабря на площади Победы состоятся флешмоб «Синий платочек» и акция «Искра памяти». Пройдет закладка капсулы с обращением ветеранов Великой Отечественной войны к будущим поколениям. 7 декабря пройдет торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню на площади Победы, а также к стелле, посвященной присвоению Тули звания «Город-герой» в сквере «Славянский бульвар». Вечером у стен Тульского Кремля пройдет фейерверк. В Архангельске можно отдохнуть в атмосфере старинного особняка и попеть душевные песни вместе с женской группой самодеятельного коллектива Театр традиционной и современной культуры «Поморская артель». Концерт «Милый сердцу мотив» состоится 30 ноября в 18.30 в Центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» в программе «Оркестр народных инструментов и русские песни». В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 28 ноября «Понедельник» о ведическом образовании «Или чего делать-то» авторсоведущий Сергей Павлов 29 ноября «Вторник» «Броня генетической памяти» авторсоведущая Миронова Татьяна Леонидовна 30 ноября «Среда» «Корневая система Земли русской» авторсоведущая Мария Карпинская 1 декабря «Четверг» «Матрица слоев общественного сознания» авторсоведущий Владимир Анатольевич Лукашенко Начало эфиров 20.00. Время московское Каждую пятницу в 12.00 по московскому времени в Ухир выходит стол заказов и повторяется в 3 часа в субботу, по дальневосточному времени в 21.00 в пятницу и повтором в 5 часов и в 12 в субботу. Вы можете поделиться хорошим настроением, передав теплые слова и красивую песню добрым людям. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше! Желаем всем добра! Народное славянское радио Все нужно, все важно.